Добрый день, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на тяжелом танке 60ТП Двандовского. Очень хороший, кстати, тяжелый танк. Сам на нем поигрываю понемножечку. Наверное, его можно считать одним из лучших, так что бегом к прокачке, если еще этого не сделали. А также рекомендую вам подключить Twitch Prime набор Королева Мэйв. Вы получите премиум танки себе в ангар с гарантией СМО-СМ, Супер Першинг, ИС-2, Шерман Лозы, а также вместе с этим набором идут чертежи, День Према, Х5 Опыта, Девушка Танкистка и 2ДСТИ. В общем, довольно неплохие призы, так что рекомендую ими воспользоваться. Забирайте, так скажем, пока есть. Итак, друзья, кроме того, сейчас в ранговых боях начали разработчики бань. Вернее, они уже забанили 7 390 игроков. Из них 3131 игрока забанено, в общем-то, навсегда. Ну, в общем-то, это типичная мера от VG. Хотят они таким образом якобы честность игры блюсти. Ну, напишите в комментариях, работает ли это или нет. 4259 игроков на 7 дней забанили. Вот поэтому читеры не очень сильно боятся, потому что многие ни разу не были забанены. И подумают, ну, если на 7 дней забанят, ничего страшного. Потом просто читы уберут. И также сейчас вот всякие разнообразные наборы продаются. Давайте их обсудим в честь черного рынка. Первый набор, это у нас там премиум аккаунт, золото и резервы. Правда, нет резервов на серебро. Одних из самых важных резервов. Есть еще X5 опыта. Ну, резерв это хорошо, но в целом такая себе фигня. Набор не столь полезный, только если вам конкретно вот эти вот вещи нужны. Мауэрбрейхер продается с очень хорошей скидкой. Цена, по-моему, 1155 рублей. И могу сказать, что довольно-таки неплохой такой этот танк. То есть реально можно на него рассчитывать, я лично так считаю. Но в целом, конечно, могло быть что-то более интересное. То есть все-таки танк за эту цену более-менее неплохой. Ну, если брать именно цену и качество. Качество такое, конечно, средненькое. То есть танк обычный довольно-таки, но цена небольшая. Также Tiger 131 продается за 415 рублей. Ну, на мой взгляд, конечно, недорого. Но танк довольно обычный и ничего особого не представляет из себя. А MXC DC продается за 770 рублей. Тут, конечно, ну, цена впечатляет. То есть танк 8 уровня за 770 рублей. Это при нынешнем курсе доллара. Ну, получается действительно недорого. Но сам танк, ну, довольно-таки разочаровывающий. И понятно, почему ВГ его, ну, пытаются впарить хоть за такую стоимость. Потому что, видимо, даже серебро, наверное, многие бы не стали бы тратить на него. Ты помнишь его таким? Ммм, а здесь он стал немного популярней. А сейчас при полном параде Бот Кит исполняется 3 года. Тебя ожидают. Премиум танки и горы золота по 99 рублей. Каждая шестая игра бесплатна. Ежедневные раздачи 5000 золота и отличные скидки. Приходи на праздник. Ссылка в описании. Следующий танк это ИСУ-122С. И цена тоже очень небольшая. 495 рублей. Неужели ВГ поняли, что кризис и уже надо цен обозбавлять? Ну, даже на такие танки, как Ренегат и Скорпион-Джи, нормальные скидки такие завезли. Ну, это ПТ-САУ. Ну, она довольно-таки обычная. По-моему, это седьмой еще уровень. А семерку брать, ну, или шестерку, я смысла особо не вижу. Только если мало совсем денег и вообще совсем бюджет ограничен. Но я бы даже, наверное, не знаю, тот же CDC взял восьмого уровня, чем танк шестого или седьмого уровня. Вот такое вот мое мнение. Хотя на нем, конечно, страдания и боль. Кроме Вильбе продается 370 рублей. Ну, танк более-менее неплохой на шестом уровне. То есть, если, конечно, нужен какой-нибудь шестой уровень, то кроме Вильбе не самый худший вариант. Тандер Болт 7. Шерман продается за 370 рублей. Тоже, по-моему, обычный довольно-таки танк. Ничего такого серьезного. В целом, куча хлама продается по сниженным ценам. Да, цены действительно очень бюджетные. Но я бы на вашем месте брал бы того же Ренегата, когда его продавали. Пускай он дороже, но на нем играть реально приятно. Вот мое такое мнение. Также продаются стилы разнообразные. Там, черная пятница. Но это для любителей стилей, если вас это все очень радует. Завезли новый танк. Камф Панзер 07 Рэйч. Собственно, вот сейчас внешний вид этого танка. И тут, конечно, так смотришь на эту махинку. И что-то не особо впечатляет. А если еще и ПТТХ посмотреть, то вообще там какая-то жесть. Посмотрите, средний урон 200. Хотя у многих сейчас танков 240 и 250. Альфа, всего 200. 205 пробитие при этом очень-очень слабо. 255 на голде. Тоже довольно слабовато. 90 фугасом. Время перезарядки при этом 5,5 секунд. То есть, ну, где-то 10, по-моему, выстрелов. Чуть больше 10 выстрелов в минуту делает этот танк. Что с такой альфой не впечатляет, если честно. Разброс на 100 метров 0,37. Тоже обычное значение. Время сведения 1,5. Ну да, довольно быстро сводится. Скорость поворота башни 50 градусов в секунду. И углы вертикальной наводки тут минус 9, плюс 15 вверх. В принципе, УВН хороший. Бойкомплект всего 50 снарядов. Как-то маловато. Максимальная скорость 65-25 назад. Мощность двигателя 700 лошадиных сил на тонну. Удивная мощность 23,3 лошадиных сил на тонну. И скорость поворота шасси 55 градусов. Прочность составляет 1350 единиц. Бронирование корпуса 115, 75 в бортах и 25 в корме. Бронирование башни 80, 60, 60. Обзор 380 метров. Дальность связи 750. В общем, в целом, довольно посредственный какой танк выходит, если честно. Что-то мне не вкатил совершенно. Также сейчас у нас скидки на танки. И премиум, и обычные. И также скидки на оборудование. Я слышал, у многих было желание прикупить снаряжение там и оборудование. Тем более со скидкой. Ну, вот такая возможность для вас присутствует, друзья. Ну, и ко всему прочему, вы можете выиграть золото в этом видео. Для этого вам нужно всего даже досмотреть данный видосик до конца. И в комментарии указать свой игровой ник. Так что рекомендую воспользоваться. Еще один бонус-код. На этот раз, собственно, довольно-таки неплохой, на мой субъективный взгляд. То есть, активировав его, вы будете участвовать в соревнованиях на отвратительном танке Indian Panzer. Бонус-код я прикреплю в описании. Ну, и в общем, давайте посмотрим, сможете ли вы набить больше всех опыта на этом танке. Если у вас он завалялся, конечно, в ангаре. Танк на любителя, конечно. Я не знаю, кто просто так его хранит для того, чтобы играть. Еще один бонус-код. Тоже, так скажем, неплохой. Активировав его, вы получите боевую задачу на 16 козарми. В принципе, прикольно, потому что койки в козарми, они, ну, вечно заканчиваются. Я вот сколько их не покупал. Постоянно заканчиваются они. Часто бывает такое, что почему-то, в общем, не хватает этих койк. Постоянно лишний какой-то экипаж и так далее. Чистить ангар вообще не хочется совершенно. Лично мне, потому что, ну, очень неудобно там все сделано. И как-то вот искать вот этих вот всех отсталых танкистов 75% мне в день как-то. Ну, в общем, рекомендую воспользоваться бонус-кодом. Все равно будете играть и получите вот такие вот призы себе в ангар, друзья. И еще 3D-стили для разнообразных танков. Я так полагаю, что это стили новогодних коробок. Туда их часто добавляют. К тому же есть, в общем-то, такой вот совершенно недвухзначный 3D-стилик, который сразу говорит, что это для Нового года. Вот этот стиль для беджера, в принципе, тоже неплохой вроде бы. И вот стиль, о котором я говорил, новогодний для танка Panzerkampfwagen 7. Хорошо, что для прокачиваемого танка. И, в общем, довольно-таки неплохо выглядит этот стиль. Сам танк, мне он не суперсильно нравится, если честно. То есть, я все-таки что-то более интересное искал бы. Но, в принципе, сойдет, так скажем. Хотя, конечно, ВГ зачастую делает хорошие стили. Но танки не всегда бывают хорошие. Хотя, возможно, кто-то со мной поспорит. И для кого-то, может быть, это даже классный 3D-стилик. Классный танк. Ну, стилик к нему вопросов нет. Он действительно прикольный на Новый год. Реально отпад, так скажем. Ну, и на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока. 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 Пока.